Всем привет, ребят! С вами снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить GTA San Andreas. Это уже четвертая серия. В прошлой у нас было прямо куча событий. Во-первых, миссия с лоурайдерами, которую я каким-то чудом умудрился пройти, хотя были предпосылки, что я заруину ее, там не получалось в тайминг нажимать кнопки. Также была миссия с поездом, с Биг Смоуком. Да, это все было в одной серии, слишком много эпика, я знаю. В этой мне даже страшно подумать, что будет дальше, потому что, ну, вроде как, слишком много миссий осталось в самом Лос-Антосе, но, тем не менее, я так понимаю, что сегодня у нас будет OG-лог, и я попытаюсь выполнить миссии пожарного, во-первых, потому что скоро будет одна миссия, где это пригодится. Ну, наверное, это буду делать за кадром, просто покажу вам несколько моментов из этого. Ну и также миссию вора, или грабителя, ну, наверное, вора, чтобы прокачать бесконечный бег, так как, если это делать в спортзале, то я просто задолбаюсь на этом тренажере прокачиваться. Так что, пожалуй, будем делать именно таким образом, тем более, что вы мне об этом писали. Ну и, я надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий, ну и также оставить тайм-кодики в конце серии, конечно же, я всегда захожу их чекать, и это довольно любопытно бывает. И, да, опять-таки, напомню, что если у вас есть возможность, вы можете оформить спонсорство у меня на канале. Вот я снова показываю этот плейлист, у меня есть специальный плейлист, который доступен только спонсорам, ну, то есть, сам он доступен для всех, но смотреть могут только спонсоры. Там у меня очень много прохождений, и в целом много игр с Жоней и Ксеноморфом. В основном я прохожу игры с Ксеноморфом, но иногда бывает и Жоня, там у нас и Ассасины, и Детройт, вы видели, там много всего было. Также я недавно проходил God of War Ragnarok, и буквально на днях закончил Ассасина Юнити, ну, или Единство. Там осталось буквально DLC-шку пройти, но я думаю, что к тому времени, как выйдет это видео, то я уже DLC пройду. Так что, если у вас есть возможность, то можете меня поддержать. Этот плейлист в общий доступ я скидывать не буду, потому что много там разных моментов, которые в общий доступ нельзя кидать. Это такой эксклюзивчик просто. Я для себя это все стримил, так что, ну, и звук, и качество, в общем. Ну, качество там хорошее просто, поймете, там специфичная штука, если кто вдруг оформил спонсорство, вы меня можете понять. Мне писали в комментариях, что можно как-то нанять братишку, который сфоткает нас на наш фотоаппарат, если у нас он с собой есть. А он есть. Надо всего лишь прицелиться в него и как-то нанять его. Только я не помню, как кнопка это делается вообще. Братишка, как тебя нанять? Какой, блин, кнопкой? Давай, сфоткай меня. О! О! Так, только давайте я отойду. Можешь ты как-то не под углом меня сфоткать, не вот это вот такое, пожалуйста. Хорошо, CJ, we're gonna do this thing? Спасибо. Все, теперь я беру свой... Это, баллончик, чтобы закрашивать граффити. Где он там? К сожалению, он вместо фотоаппарата, поэтому много мы не пофоткаем. Да, это обидно. Но, с другой стороны, я вот даже сюда джи сфоткал. Я не знал, что так можно делать. Спасибо, что написали об этом в комментариях. Также сказали, что... А, он со мной будет ходить? Ну, мне пофиг, пусть ходит. Где-то здесь есть велосипед напротив дома си доджи. Я так понимаю, он с той стороны. А, впрочем, не важно. Давай, браток, поехали вместе на миссию. Ой. Извини, браток, но меня пытались выгнать из машины. Из моей новой машины, так сказать. Я буду с братком теперь ехать. Я знаю, одну миссию можно даже так пройти. Я на PlayStation 2 эмулятор и так и делал. Миссия с танцами. Я не мог там набрать 5000 очков или 2000 очков. Короче, там до патча было очень много очков. И я не мог никак в танцах это выбить. Но мой братишка меня засейвил. Я там как-то открыл двери в машине, прострелив в башку своему братишке. Ну, да. Rest in peace, но он мне помог. То есть это был профит. Так, что мы делаем первым делом? Давайте все-таки миссию пожарного я выполню, потому что миссию грабителя нужно выполнять ночью. Не знаю, зачем мне нужен братишка на эту миссию, если честно. А, он по баллосам будет стрелять. Кстати, здесь, по-моему, тоже что-то есть. Чел, блин. Ты лезешь на людей, у которых есть ствол. Это уже, как минимум, это нелогично. Я не помню, как кнопка его, как кнопка его нанял. Здесь граффити какой-то. Давай, стреляй, стреляй, бомжей. О, застрелил. Кто-то еще жив. Он не мертв. Ты идиот, ты лезешь на машину, где сидят гангстеры. Бомж хотел деньги подобрать. Он за мной гонится. Ты серьезно сейчас, чел? Я тебе одной левой вырублю. Он даже защищаться имеет. Давай, стреляй по нему, идиот. Все, поехали выполнять миссию пожарного. Да, это такой небольшой офф-топ. Чел даже со мной поедет. Не знаю, правда, зачем. Ну, пусть будет. Все, поехали. Пожарный. Замечен горящий транспорт. Интересно, тут в зависимости от уровня больше машин будет? А, уровень 2. Так это легко, слушайте. Я могу это довольно быстро выполнить. А мой хоми будет отвлекать их. Ну, этих балосов всяких. О, там граффити было. Так, стоп. А, еще человека нужно. Да. Только эти мне будут мешать. Пошли вон. Я доеду сейчас, подождите. Сейчас все будет. А, я отменил миссию. Блин, тут нельзя выходить из пожарной машины. Эй, братишку, походу, убьют. Братишку убили. Да. Ну, ничего. Братишка, rest in peace, как говорится. А мне нужно новую пожарную машину взять. Короче, это будет довольно легко. Я поставлю здесь, наверное, паузу. Так как никому не будет интересно смотреть на то, что я постоянно тушу пожар или спасаю людей. Хотя, казалось бы, спасать людей, это вроде бы нормально. Ну, короче, скоро вернусь. Что ж, так и быть, 12 уровень я, наверное, запишу, чтобы было больше пруфов. Но это довольно легко, на самом деле. Я только один раз провалил там, перевернулся. Так, 12 уровень. Где? Это вроде бы последний. Где там они находятся? А, вообще недалеко. Давайте сначала этого выполним, который один. Тут главное, чтобы мы не перевернулись. Потому что тогда миссия будет провалена. Я уже 66 пожаров потушил. Так-то. Хотя, на самом деле, здесь указываются и люди, которых я, типа, потушил, а не только машины. Но, неважно. О, возле Каталины. Так, эти готовы. И теперь в другую сторону. Это довольно легко. Ну, и плюс управление пожарной машиной, оно здесь довольно такое простое, удобное. Так что, я вообще не вижу проблем проходить эту миссию. Я потратил на нее, ну, может быть, минут 10. Хотя, обычно... Что? 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 Так, а вот этого делать не надо. Как мне потушить, если она в воздухе висит? Ну, спустись, пожалуйста. Ну, как? Ну, как? Она все выше и выше. Я не могу до нее достать. Чел! Что делать? Может быть, приеду еще раз, и она нормально вниз спустится? Что это такое? Я читы не вводил. А вторая? Вторая вроде бы на земле. Ну, блин! У меня есть, конечно, 15 минут. Вот так вот решил записать, называется, 12 уровень. Она в воздухе висит. Давайте я отъеду. Может, она пропадет. Что мне с луной вообще? Она как-то неправильно работает. Это... Это глюк такой? Так, вроде бы я отъехал. Блин, ну что с ней делать? Нужно какой-то трамплин, я не знаю. А люди, если упадут, они же умрут. Если люди упадут, они умирают и не засчитывают эту миссию. Да, машина в воздухе так и будет висеть. Зашибись! Это просто плюс тильт. И причем она, походу, еще выше становится. Ну как? Как она там заспавнилась? Боже, какой идиотизм. Я попробую еще раз отъехать. Я никак не доберусь туда. По крайней мере, стандартными способами, без читов. Это нереально. Капец, последний пожар осталось потушить. Последний. И машина тупо заспавнилась в воздухе. Она причем была ниже. У меня был шанс. Что? Реально с луной. Она не должна так выглядеть? Или это только фаза такая сейчас? Наверное, фаза такая, хотя я не видел ничего подобного. Она внизу. Фух, она внизу. Боже. Давай, давай, пока ты еще в поле моего зрения. Давай. Я не могу ее потушить? Она специально все выше... Может быть, нужно ниже тушить? Может быть, она здесь? Она как будто специально поднимается. Знаете, что самое смешное? Ладно, давайте я с другой стороны подъеду. Какой идиотизм. Я, конечно, понимаю, что это недолго. Но мне снова придется ставить паузу и снова проходить вот так вот. Потому что я не хочу читы использовать. Еще дальше отъехать? Хорошо, я отъеду еще дальше. Вот так вот отъеду. Я не знаю, это у меня такой эксклюзивный баг? Или такое реально может случиться? И что делать в таком случае? Потому что выйти из пожарной машины я не могу. Иначе миссия провалится. Так, скажи, что ты на земле, пожалуйста. Это долбанная Каталина, блин. Все она виновата. Она на земле. Но только я подъеду, она не на земле уже. Наконец-то! Боже, спасибо! Спасибо, что ты упала! Полностью огнеустойчивый. Я ожидал эту надпись. Но, блин, я уже был просто в тильте. Я уже думал, все, миссию я провалил. Так, теперь нужно пройти миссию номер два. Миссию вора. Для этого нужно найти тот фургончик. И сделать это ночью. То есть мне нужно, опять-таки, сейвами... Ну, перенести время на 6 часов, насколько там переводится. И добиться того, чтобы было хотя бы часов 11 или 12. Чтобы я мог запустить ее и нафармить 10 тысяч. Это жесть просто! Хорошо, что я это показал. Такой баг ужасный! Как же хорошо, что в итоге все нормально было. Кстати, миссию медика, для тех, кто еще не слышал, может быть, как я говорил. Миссию медика я буду проходить чуть позже. Когда будем уже не в Лос-Антосе. Там будет идеальная возможность для этого. Довольно быстро будет пройти, а не кататься по огромному городу или по сельской местности. Короче, будет гораздо проще это все выполнить. Чуть-чуть позже. А миссию полицейского я, наверное, немножко позже пройду. Может быть, в Лос-Вентурасе или в Сан-Фьерро. Короче, мне нужен боевой полицейский вертолет, по идее. В танке же вроде бы не активируется эта миссия. Так что мне нужен вертолет? Акула или как он там называется, я вечно забываю. Короче, вот он нужен. И тогда можно будет на нем что-нибудь выполнять. А миссию медика, по сути, пройду уже очень скоро. Буквально через, может быть, 3-4 серии. Миссию таксиста, я думаю, нет смысла выполнять. Что тут еще осталось? Ну, вот эти посылочки, которые я показывал в прошлой серии, по сути, не имеют смысла. Денег у меня уже дофига. Единственное, что я могу сделать... Кстати, давайте... Почему нет? Давайте заедем. Там открылся этот оружейный... Он не открылся? Где-то здесь должен быть... Эммюнейшн. Чтобы прокачать навык владения оружием. Почему нет? Я только не помню, куда ехать надо. Тут вроде бы. А если он на карте не показывается, тогда его, наверное, нет. Да. Это плохо. Я его даже не найду. Я местность примерно помню, но вот почему-то... А, вот здесь, вот он. Вот он. Ну, наверное, не открыт. Да. Эммюнейшн. Понятно, пока рано. Но я тоже этим буду заниматься. Я прокачаю себе все. Ну, наверное, почти все. Чтоб можно было с двух рук стрелять. И на ходу это все будет полезно мне в будущем. Так что сейчас еду, сохраняюсь и выполняю миссию вора. Тоже покажу немножко ее. И после этого будем проходить... Оу-джелока, я так понимаю, да? Больше ничего не осталось. Да? Только Оу-джелока. Других миссий на карте у меня нет. А это значит, что скоро будем стихи воровать, скажем так. Рэпчик, если вы понимаете, о чем я. Мэтт-дог. Да, кстати, мне говорили за вот этот велосипед, который реально напротив дома Си-Доджи. Почему-то я не пользуюсь им. Это же халявная возможность качать навык езды на велосипеде и вообще выносливость. Так что... Где-то здесь должен спавниться фургон. Кстати, да, он спавнится постоянно или только ночью? Мне кажется, только ночью его можно найти. И тут только фургоном. По-другому ты миссию никак не пройдешь. А, вот он. Вот, есть фургон. Да. Хорошо, что я помню, где он спавнится. Мне не пришлось гуглить. А, все? Уже можно выполнять? Да! Уже можно. Как я найду дом, в который можно вломиться? Ну, я, наверное, поеду на улицу Роще. Гроу-стрит. Здесь есть такие дома. Правильно я понимаю? Да, вот они. Как минимум два. Надо подъехать, наверное, боком. Или вообще вот так. И просто таскать. Нашел я дом. Это все будет довольно... Ой. Я хотел присесть. Это все будет довольно просто. Только в анимации бы не застрять. Вы издеваетесь? Я случайно нажал shift. А, копы не придут. Я успел. Я успел уйти. Отлично. Да, тут если успеешь, то тревога не поднимается. На какую кнопку тут тихо ходить? Ё-мо-нь-ё. Я забыл. А-а-а. На капс-лок, наверное. М. Надо было прям впритык подъехать. Интересно. Тут предметы, по идее... Вы издеваетесь? Я забыл, как тихо ходить. Наверное, на левый альт. Предметы, наверное, по-разному оцениваются. Ну, посмотрим. Я неправильно подъехал. Да и дом неудобно стоит. Какие еще здесь вещи можно брать? Тут ничего брать нельзя. Ой, люди спят. Ну, спите. А, вот. На самом деле, вот только двери можно тихо открывать. А так я могу потихонечку ходить. Да. Тут можно это обузить. Только, блин, на этих местах он скидывает вещи. Пока я выгружать ничего не буду. Может, еще в эту комнату можно пройти? Нет. Тут уже точно нечего грабить. Какой-то маленький дом, на самом деле. Больше у них нечего брать. Все, я все у них украл. До свидания. Следующий дом. Поехали, блин. Да, я буквально пару домиков покажу. Тут всего лишь 10 тысяч нужно награбить. А, вот еще один дом был. Супер. На Гроу-стрит. А ничего, что там как бы человек стоит? Ничего не заподозрит? Эм. Эм. Как это меня засекли? Там кто-то реально был внутри. Лол. Они просто там сидят. Хорошо, этот дом не подходит. Тем более, это мои братишки. Братишки. Мне нужны деньги. Помогите, пожалуйста, с этим. Да, на Гроу-стрит, конечно, грабить. Это 50 на 50. А в этот дом, если зайти? О. Тут, походу, спят. Спать надо в такое время. Ё-моё. Только тут нечего красть. А, ну нет, стоп. Какое-то нечего. Вот же ж есть. Да. Пошли. Кстати, здесь можно хитрить. Я тут лайфхак для себя сейчас увидел. Смотрите. Вас засекли, пишет. Но копы появляются через... Сколько там? 10 секунд. Мы успеваем выйти спокойно. Хм. Ну-ка. Это реально работает. Если возле выхода, то это вообще имба. Даже не успели. У меня еще куча времени. Я могу тут нормально награбить. Только грабить-то нечего. Может, в этих комнатах. Кто у вас здесь есть? О, неплохо. Это... Прямо единственная вещь, которая была у них в комнате. Я думаю, больше нет смысла возвращаться. За такие вещи должны нормально платить. Это все-таки техник. Так, все, можно шуметь. Да, вас засекли. До свидания. Миссия сломана. В любом случае. Интересно, там хоумисы еще сидят или нет в том доме? Вот он. Мне кажется, в него бесполезно вламываться. А ну-ка. Да, тут ребятки сразу, сразу видят. Куда ты там за мной бежишь? Я уже ушел. Все, на Груз-стрит больше не будем грабить. Где интересно еще можно? В этих домах нельзя? Или в этих. О, здесь можно. Серьезно? Как удобно. Да, решил показать. Называется миссия не полностью, но... Но по факту полностью показываю. А почему нет? У нас сегодня такой лайтовый выпуск. Лайтовая серия будет. Можно спокойно шуметь. Ничего за это нам не будет. Мне кажется, я просто лайфхаками пользуюсь. Ну, смотрите. Мы подбираем вещь. Просто бежим. Даже если нас засекают, то мы просто берем ее. Сваливаем. А еще раз этот предмет появился? Или он... Или я его не брал? А прикиньте, я буду постоянно так брать? А, нет. Черт. Не всегда это работает. Что у вас там еще есть? Людишки. А, те самые ребята. Я понял. У меня еще останется немножко времени. Но я думаю, что больше тут ничего не вынести. Сколько я заработаю после этой потной миссии? Как вы думаете? Тут ничего нет. Можно сваливать, короче. Этот дом уже пуст. Поехали дальше. Может, в этих домах попробовать? Вот здесь. А, фургончик стоит еще один, если надо будет. Нет? В эти дома нельзя вламываться. Плохо. Плохо. А дальше жилые дома вообще есть? Это не те улицы. А, вот есть. Так. Давайте мне какой-нибудь дом. Ничего нет? Ну, не издевайтесь. Ни один дом нельзя грабануть здесь. Только Гроу Стрит, что ли? Ну, чтобы далеко не ездить. У меня еще есть немножко времени. Я думаю, там, кстати, уже давно-давно вещи заспаунили заново, так что можно вернуться и еще раз грабануть. Ну, давайте заедем. Серьезно, ты тут проедешь вообще? Да, проедешь. Нормально. Вот эти дома снова. Там братишки сидят, тот дом грабить нельзя. Снова-таки заспаунились предметы. Я понял. Лайфхак работает. Оп, и вас засекли, да, через 9 секунд. Но их не будет, потому что лайфхаки работают. Дивидишки, магнитофоны, все. Телевизоры, все берем. Нам все подходит. А чем дороже, тем лучше. Я, правда, не знаю, как это влияет на выносливость, если честно. Наверное... А, возможно, типа он все время таскает кучу вещей, поэтому он прокачивается таким образом. Тут еще можно взять. Тут уже ничего. А, у них наверху там было. Да. То же самое. Я думаю, больше можно никуда не заходить, хотя... Эх, 10 секунд, плевать. Мы можем еще в один дом сойти. Быстренько. Дом напротив, например. Это, конечно, не очень удобно. Но я буквально пару вещей вытащу. Чел даже не понял. Он даже не осознал, что я пришел его грабить. Если это он, конечно. И там буквально еще один предмет у них лежит. Блин. Не успей его уже взять. Да и не важно. Все. Поехали. Я надеюсь, тут не нужно было до рассвета все это разнести. Уже день. Мне время для ограблений. Едете выгружать. Ну, еду, еду. Отлично. По крайней мере, это не сбрасывается. Сколько я за это получу? Мне нужно несколько ночей подряд вот так вот? Или хватит одной? Хотя, конечно, наивный я, если одной хватит. Ну, давайте посмотрим. Вторую я уже выполнил вне записи. Я думаю, что никто не будет против. Тем более, вы уже видели геймплей. Таким же образом я буду делать и во второй, и в третий раз, если понадобится. Так, сколько я получил? Будет смешно, если ничего. А, так за два раза выполню. За два раза. Все, я ставлю паузу. Второй раз уже все это выполняю. И... А, я могу не выходить, кстати, из него. Да. И уже будем полностью прокачаны. Все. Скоро буду. Ну, что ж. Я снова награбил кучу всего. Причем заходил в одни и те же дома. В основном. Хотя иногда были наши братишки. Хоуми. Которые меня палили. Так, сколько я заработал? Там, шесть четыреста. Так. И... Или нужно прямо за одну? А. Не, стоп. Я прошел эту миссию, и что дальше? Я чего-то не понял. Типа, мне нужно выполнить несколько таких миссий. Давайте я лучше на всякий случай поставлю паузу. Ознакомлюсь с этим квестом. И уже будем что-то думать. Потому что... Сказали десять тысяч награбить. Но я уже награбил гораздо больше. Возможно, нужно за один заход столько. Я не знаю. Надо посмотреть. Так. Насколько я понял, я это выполнил. То есть, нам пускай и не прокачала выносливость, да? Но бегать Сидоджи может бесконечно, насколько я понимаю. Давайте мы это проверим. Но я получил награду в три тысячи. Только игра мне больше ничего не написала. А на самом деле... Уже Сидоджи может бегать бесконечно. Давайте проверим. Вот я буду долбить пробел. Сколько он так побежит? Потому что мне об этом ничего не написали. Ну, вроде бы не устает. Да? А для чего тогда выносливость прокачивать? Наверное, для велосипеда. Потому что вот он бегает реально бесконечно. И ничего не сказали мне. Игра об этом ничего не сказала. Ну, не важно. Сидоджи бегает бесконечно. Устать он не может. Это вообще супер. Это то, что мне было нужно. Спасибо за комментарий. Это, кстати, один из спонсоров моих был. И, блин, реально очень годно. А миссию медика я уже пройду позже. А сейчас давайте я сохранюсь. У нас уже 80 тысяч, блин, накопилось. Деньжаток. И... Давайте делаем таймскип до вот примерно этого времени, чтобы OG-лока проходить наконец-то. Он уже заждался нас, судя по всему. Блин, бесконечный бег это супер. Пусть и выносливость у меня вот такая вот низкая, но я ее так и быть рано или поздно прокачаю мне, я думаю. Только вот как это лучше всего сделать? Но не сейчас. Сейчас нам выносливость уже не нужна. Возможно, как-нибудь между миссиями я до этого дойду. А для чего еще реально выносливость нужна, если так подумать? Я в основном качал ее для бега. Но если можно так бег прокачать, то... Не вижу в этом смысла. Есть ли смысл теперь выносливость качать? И если да, то каким лучшим образом? Потому что я знаю, можно ходить в спортзал, но там это будет реально долго. Это не мускулатура. И пробел нужно долбить реально долго. Ну, мне кажется, так и быть, я все равно это сделаю рано или поздно. Но на сегодня мы прошли два доп. хвеста, и теперь Сидоджи огнеупорный. И может бегать бесконечно. То, что мне и нужно было. Все. ОДЖИЛОКО. Настало время проходить. Поехали. А, 22. Ну, буквально 15 секунд подождем уже. До 6 утра. Там, походу, реально миссия с Мэтт Догом будет. Поэтому вот такое вот временное... Временное пространство выбрано. Временной промежуток. Жизнь, сущий пляж. А, нет, это потанцовки. И потанцушки. Выглядишь как настоящий спец. Карл, ты еще не свалил? Не от гэнгста, я здесь навсегда. Да? Ну, тогда черту эту работу, блин. Я собираю вечеринку для презентации своего альбома. Но сначала мне нужна языковая система. Эй, я в деле. Но только если мне не придется идти на вечеринку. Ты да и о чем вообще, дубина? Гарантирую, я начну выступать, и народ сразу попрет. Если честно, Олджи, я уже особо не увлекаюсь рэпом. Я больше по всяким жестким ганкерским делам. Ну, это же я, братан, это же я, Олджи Лог, детка. Да, да, конечно, мне нравится рэп, только если и рифмы хорошие. Ну, типа, знаешь, забей, чего ты хочешь, чтобы я стрелил? Вот я об этом и базарил, любовь к своим корешам. Короче, зацени. Я увидел крутейшую аудиосистему, которая приезжала у кафе. Я думаю, они направляются на пляж, чтобы закатить пляжную тусу. Короче, смотри, я поеду с тобой, не по пути, а пару фристайлов замучу. Олджи Лог, на месте, я крутой, так, 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 тесто, так, сосиски в тесте. Олджи, е-е-е. О, да-да-да, слушай, слушай, чувак, заткнись уже, ладно? Мне нужно идти туда одному. Я верю в тебя. Ганкстер на всю жизнь, кореш. На всю жизнь? Да, на всю жизнь, братан. Фух. Кстати, это миссия с потанцульками, а значит... Эээ, там... Авторские права, наверняка. Да, нужно что-то придумать. Если они не вырезали, я не знаю. Буду надеяться, что за нее не забанят. А если забанят, то я, возможно, сделаю ее потише. Я что-нибудь придумаю. Или просто вырежу кусок видео, а там посмотрим. О, нужно закрасить. Пока я здесь. Почему нет? Уже 20. Чел, не стоит этого делать. Не стоит меня здесь останавливать. Я еду на миссию. У меня здесь танцы будут. Буду отжигать. Вот на PlayStation 2, эмуляторе PlayStation 2, и в первую версию GTA San Andreas, она без патчей. Я долбился с этой миссией, и не знаю сколько. Я не мог ее пройти никак. Там нереально было. Подойдите к диджею и поговорите с ней. А, слушайте, походу музыку-то вырезали. Да? Нет, не вырезали, блин. Как ее можно вырубить? Никак ее не вырубишь. Да, да, положительно. Как же, как же. Давай, потанцуем и сладкий. Окей. И что? Ну, я хочу танцевать. Да, конечно, я сразу должен был нажать. Давай посмотрим, что ты умеешь. 2 500, а там нужно было 4000 очков набрать, по-моему. Я не смог это выполнить. Ну, давайте, поехали. Только вот придется вырезать кусок. Или я просто сделаю ее тише. Да. Стрелочки, поехали. Раз, раз, раз. Не вовремя? Раз. Раз, раз, раз. 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 Поехали. Какой-то Rayman Raven Rabbits. Все, я надеюсь, больше таких миссий не будет. По-моему, больше их реально у Rockstar не добавили. Все, я выполнил. Можно это завалить. Интересно, наберу ли я 4000? Вот те изначальные 4000, которые Rockstar здесь выставили. Да, я танцор от бога. Правда, Сидоджи, по-моему, вообще никак не меняет позы. Он танцует одинаково. А я уже почти 5000 очков набрал. Я не знаю, почему конкретно у меня были с этим затупы. Возможно, кнопки как-то не так нажимались. Эх, я пропустил только что кнопку. Мне кажется, что как-то много... Это все? 6900. А ты умеешь двигаться? Хочешь пойти поболтать? Да. Веди меня. Позволь мне отвести тебя в свой офис. Открывай машину. Давай. Все, до свидания. Я поехал. Он крадет наше музло. Все. Эх, Мэтт Дог будет позже. Эм, да уж. Я набрал почти 7000. Ну тут, конечно, куча фиксов вышла. А вот на той версии мне 4000 набрать было нереально. Ну да, там эмулятор, какая-то задержка ввода присутствует. Но тем не менее, я там выполнял эту миссию лайфхаком. Брал своего хоми. Садил его в машину. Ну, типа, и пытался вломиться. Я не мог, а он в итоге залез. Я его убил. Сел вместо него в фургон и угнал его. Ну, типа, да, это как-то странно работает, но тем не менее. Лайфхаками проходил, блин. Мне интересно, когда откроется иммунейшн. Потому что я уже хочу прокачать свои стволы, так сказать. Прокачать навык. Тем более, мне сразу не все будет доступно. А только, я так понимаю, пистолеты, УЗИшка, троповики. Калаш, наверное, будет недоступен. Да и банально у меня его пока нет. Я не знаю, где он тут спавнится. Я не буду вас спрашивать, чтобы не было слишком имбово это все проходить. Кстати, да, классно. В такое необычное место я заехал. Отлично. Аппаратуру угнали. Оу-Джи-Лок нам за миссии не платит. Это было ожидаемо. А бесконечный бег, это реально круто. Это тот бонус, который я прямо ожидал. Но, как видите, у нас, кроме миссии Оу-Джи-Лока, больше ничего на карте нет. Так что я иду выполнять его. Миссию Медика и Копов, как я уже говорил, я буду проходить позже. Копов вообще не знаю, когда буду проходить. Потому что там нужно раздобыть военный вертолет. А Медика буквально вот скоро. Тогда у меня будет прокачанное ХП. И это вообще будет имба. Я и так уже могу не бояться огня. Для некоторых миссий это прямо то, что нужно. Они, кстати, скоро будут. Но, как я понимаю, сначала мы проходим Оу-Джи-Лока. А потом уже будут другие миссии. На районе нашем. Только не говорите, что снова нужно прийти к нему черт знает когда. Фу. Рифмы Меддога. То, что надо. Та самая миссия. Эй, это Оу-Джи-Лок, братишка. Я сейчас кое-чего бахну. Эй, йоу, когда я врываюсь на твою хату, ты уже шаришь. Я устроил засаду. Я самый жесткий и тут без вопросов, как будто... Йоу, какое это дерьмище. Мусор. Да блин, я чисто полный отстой читаю. Отстой. Эй, чего такого, Лок? Эй, Сидоджи, как ты сам, мужик? Эй, чувак, я думал как-нибудь о том, чтобы найти себе автора, который помог бы все с этим. Думал, ну кто будет имя, кореш? Черт, ну я не в рэп-игре шаришь. Это не мое. Но нам нужно чему-нибудь придумать. Блин. А если найду кого-то, кто будет для меня писать? И при этом, чтобы об этом не знал. Что? Что? Походу, только что нашел себе костра... Чего? Я стану самым крутым чучуцом и тайком, и не дурдом. Не горив Мэтт Дога. И ездим от дома в горах. В горах. Не горив Мэтт Дога? Слушай, ты сказал, что ты поможешь с дочкой. Ну же, чувак, я горю, я как огонь. Пишу тайком, не дурдом. Эй, 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 эй. Все, что угодно сделаю, братан, клянусь. Окей? Только заткнись. Пожалуйста. Да, какие уже укринжовые миссии. И он туалеты там убирает, и при этом вот такую фигню сочиняет. Едите к особняку Мэтт Дога. С этим Мэтт Догом там вообще будет смешная история, но я не буду спойлерить. Для тех, кто не играл, это вообще целый анекдот. Знаете, это как эффект бумеранга, короче, произойдет. Ну, все, я молчу. Вдруг кто-нибудь не знает. Это как в Вай-Сити было с этой, с дочерью полковника, Кортеза. Ну, там не бумеранг, правда, там просто рофл случился. О, вот это мы вовремя проехали. Удачно. Ну, конечно же, тут рядом копы, которые это могут увидеть. Он это услышал. Ничего себе у тебя слух. Так, мне нельзя садиться в машину, он меня запалит. Блин. Дайте машину, братки. Ладно, я от него убегу, я уже могу себе это позволить. Эх, там PCG проехал. Нет, стоп, еще один PCG. Два PCG, какой PCG выбрать? Я выберу этот. Все, это мой. Это не PCG, это BF400? Он похож на PCG, он даже звуком похож. Неважно, для меня это будет PCG. Я к этому, мэтт-догу... Такое. К мэтт-догу я доберусь вот отсюда. Почему нет? В горах живет, да? Я как раз сюда заеду вот в другую округу. К нему на хату ворвусь. Ну и заодно, наверное, главный вход находится сзади. А-а-а, черт! А на мультике туда никак не заехать, да? Ну только с той стороны. Да и ладно. Тут наверняка будет машина для подхода. Все. А где реально вход? А-а-а! Блин. Еще и хп потерял. Так, ставлю паузу, делаю истык, и мы продолжаем проходить миссию. Поехали! Хата Мэтт-дога. Книга рифм находится в студии звукозаписи Мэтт-дога. Тут же стелс типа будет. Личная охрана Мэтт-дога патрулирует особняк. Знаете, здесь довольно странный стелс, потому что седод же как бы черный, и при этом в темных уголках нужно ныкаться, понимаете вообще? О, у меня есть нож наконец-то. Правда, он походу катану мне заменил, да? Да? А ну покажите. Нет, у меня вообще здесь ничего нет, кроме ножа. Охранник патрулирует бассейн. Это легко. О, смотрите, вот здесь типа ничего не видно. Вот когда он издает этот звук, когда седод же вот так вдыхает, вот, то это значит, что его не видно. Хотя как его здесь может быть не видно, я не знаю. Тут все равно видно черный силуэт. Это я сейчас не то, что там расисты или еще что-то. Тут именно видно силуэт, что как будто кто-то сидит. Но нас не видно. И даже на миникарте показывается значок, типа мы вот скрылись. Ну, сейчас я охранника подкараулю. Хотя можно было вообще в ту сторону пойти и уже убить его. Ну ладно. Я хочу себе глушитель получить. Тут есть пистолет с глушителем. Я хочу себе его ставить. Ай, черт. Черт, я не подождал. Ну ладно. Я думаю, никто этого не услышал. Тего лишь единичный выстрел. Тут никого нет. Охранник приближается. О, нет. Подходящее место, в котором можно спрятаться. Ну да, да, комната темная, конечно. Как только я получу пистолет, я могу вообще уже не ныкаться. Просто буду сразу их убивать. Он сюда идет. Вот это миссия. Не, она крутая, но просто... Некоторые моменты реально странно сделаны. Типа вот этого вот стелса. Куда охранник вообще идет? Он просто... Ладно. Я не так сделал. Ну ладно. Пффф. Нужно было подойти аккуратно и там какую-то кнопку нажать. Прицелиться, а, прицелиться, по-моему. А я так его пырнул. О, тут же полноценный спортзал. Можно позаниматься? Хотя, конечно, мне уже особо не надо. Только для выносливости. Присеть, чтобы пройти мимо бара и остаться незамеченным. Стой, стой. Типа как рефракшн, так могли обделаться. Станер, ты просто чмо. Это, кстати, отсылка на какую-то из частей драйвера, по-моему. Как он услышал, что я собираюсь его... Как он услышал, что я собираюсь его бить? Так, охранник, походу, ничего не услышал. Прекрасно. Я не знаю, как это работает. Знаешь, шикарно. И броню подобрал. Я не помню, какую кнопку нажимать надо. Покиньте особняк. Вы уже можете использовать свое оружие. Где достать этот пистолет, блин? Он сюда идет, да? О, есть пистолет? Да, все. Есть пистолет. А, нож отдельно. Все хорошо. Я только выкинул... Не знаю, что я выкинул. Наверное, другой пистолет. Пять патронов это реально мало. Я потом закуплю побольше. Надо делать только хатшот. Обожаю этот пистолет. Я буду его прокачивать, чтобы лучше с него стрелять и быстрее. Ну, еще, чтобы можно было с ним двигаться. Просто красота. Да присядь. Короче, ни один килл я не сделал нормально. Только самый первый в режиме стелс. Иди сюда, дружище. Блин. Он меня заметил. Мало к нему дают патронов, к сожалению. Все. Можно сваливать. Да, немножко провалил стелс. Здесь, кстати, нельзя бегать почему-то. Не знаю, с чем это связано. Ну и ладно. Вам нужно отвезти книгу «Рифм» к Оу Джей Локу. Он находится в бургершоте. Давайте трюк сделаем. Ой. Такой себе трюк, конечно, получился. Я хотел нормально перепрыгнуть. Уже ладно. По идее-то можно и на BMX-е ускоряться бесконечно. Правильно я понимаю? А ну-ка, давайте проверим. Походу, да. Он же не устает. Супер. Супер. Это как раз выносливость поднимает, хотя она и так максимальная. И довольно, знаете, быстренько мы на велосипеде передвигаемся теперь за счет этого ускорения. Тут, кстати, можно напротив Оу Джей Лока купить дом. И забыть о том, что нужно переходить вовремя на миссии. Ну, я не знаю, стоит ли на того... Эй, Лок, я достал то, что тебе нужно. Холм, ты как сюда, крутой чувак. Давай, мы еще увидимся. Мир умит, братан. Мир умит. Мир умир, братан. Какой мид? Стоялс может использоваться и вне миссии. А вообще, кстати, что там у нас по дому? Сколько он стоит? И, кстати, что это за мотоцикл? Ф-Си-Ар? Вот этот вообще топчик по звуку. Такой мощный, грозный. Кто звонит? Ну, 10 тысяч всего. Чего такого? Ты сам и на своем гетто с камнеболтой, пацан. Офицер Тимпенни. Откуда это у вас мой номер? Есть у меня свои средства. Кусок ты дерьма. Ты мне пытался... Меня пытался избегать? Нет, сэр. Я просто был занят, и вот и все. Ну, нет, не заняты, пока ты не делаешь что-то для нас. Слышишь меня? Да, громко и четко. Приятно, слышите. Загляни в пончечную, в центр маркета. Нужно поговорить. А, пончики едят. Так, я сохранюсь вот здесь. Недвижимость куплена. Я в этом доме, пожалуй, поселюсь временно. Это просто недалеко от основных миссий. Почему нет? Это будет, по сути, первая хата, которую я купил. Вторая будет в сельской местности. Ну, дальше по сюжету. Так что... Там нужно вроде бы тысяч двадцать накопить, но я... У меня уже есть деньги. В этом плане мы не будем уже переживать. Что, давайте напоследок на миссию Тимпенни, что ли, отправимся? Хотя... Ауджи Лок... Нет, давайте Тимпенни. Ауджи Лок всегда может нас подождать. Тем более, это довольно забавная миссия сейчас будет. Ух, какой мотик, ё-моё. Главное, чтобы он не исчез. Ну что, вы готовы? Горящая страсть. Эй, Карл Синоджи! Синоджи! А, чёрт, давай сюда, сынок, щенок. Да. Боже, что с... Что с ним, что с его лицом? Подвинься, дай ему присесть, дебил. Ну, не в реально что-то с лицом. Вот, кстати, что. Ты наконец нашел время заскочить. Блин, я был занят, я хранил свою маму, мужик. Звучит как отмазка. Офицер Пуласки думает, что ты пытаешься с нами играться, Синоджи. Короче, ты усеки уже. Мы владеем тобой. Ты наш. Мы на тебя с такой высоты можем нас ссать, что ты подумаешь, что сам бог на тебя порожнился. Врубаешься? Лучше ему уже врубиться. Да, так для него лучше будет. Время поработать, Синоджи, и заслужить свою победу. Это свобода на другом конце города, кто-то там есть, адрес есть Пуласки. Бандитская наркоделецкая дрянь, которая мочит копов прямо как ты. Да, как я. Он не нравится нам, а мы не нравимся ему. Убедись, что он никогда больше не покинет свой район, даже прячась в коробке. А теперь сваливай отсюда к черту. Да. А я могу их в машину сеть? Хе, реально могу. Давайте, вы будете арестованы. Он спрятал несколько коктейлей Молотова. Это та самая миссия с Деннис. Да, это она. Это та самая девушка, которую мы сейчас будем спасать, походу. Она вообще выходит Денис, а не Денис. Но не важно. Вы поняли, о ком я. Это что такое? Что за магазинчик был? Коктейли Молотова. Это значит, что нужно будет подпалить. И значит, что я вовремя прокачал себе огнеупорность. А только где она? А вот. А вот. Давай. К Бандинскому дому. Да, это на территории Балласов, по-моему. Пока что это не наша территория. Но я не буду захватывать много. Зная один момент, я не буду, когда откроется захват районов, я не буду захватывать его полностью. По крайней мере, в первой части игры. А вот дальше уже можно будет. Подожди дом. Так, ребятки. Неплохо, другая, здесь работает. Мне нравится. Лучше, чем Vice City. Ух. Как же я его порвал. Так. Поехали. Один есть. Гори, детка. Это, кстати, не я говорю. Эта игра хороший бросок. Еще пара таких и будет достаточно. Да, это Америка. Чего-то я ожидал. Хорошая фраза. Блин. Ой. Это было слишком жесток. Хедшоты просто так и прут, понимаете? Все. Аси Доджи. Хорошая работа. Дом сгорит дотла. Аси Доджи уже ничего не грозит. Интересно, броня будет тратиться? Или нет? Когда он будет гореть. Из-за вас в горящем здании остался девушка. Вам нужно спасти ее. Я уж хотела я голосом прочитать. Чел, там как бы нужно спасать одну даму. Дайте я пройду. Можно? Да. Так, где-то здесь есть огнетушитель. А вот в какой комнате, я не помню. А ну-ка, что будет? А, все. Все, здесь можно ходить где угодно, си Доджи не сгорит. Даже броня у него не тратится. Шикарно, что я решил пройти миссию пожарного именно сегодня. Правда, девушка вот не выживет. Так что нужно будет найти способ как-то провести ее. В какую сторону здесь идти? Так, где вообще огнетушитель? Эй, ты в порядке? Да, но этот огонь, он очень горячий, мне страшно. Подожди, на кухне наверняка есть огнетушитель. Я сейчас вернусь. То есть он сам натворил делов и такой, я тебя спасу. Вообще, так довольно странно. Во-первых, что у нас делает здесь? Это не Балас, это Вагосы, но тем не менее. Что у нас здесь делает? Она ведь из Гроу-стрит. Что я заменил? Что я баллончик заменил? Ясно. Я уже запутался, куда идти. Бегать я здесь все равно не могу. Ладно. Так, давай-ка я помогу тебе. Денис. Давай. Все? О боже, мне так страшно. Тут даже такие вот обвалы случаются. О боже мой, что это было? Эй, здание начинает рушиться, нам нужно убираться отсюда поскорее. Так, с этой стороны пойдем. Оттуши этот огонь, скорее, скорее. Без проблем. Я чувствую, как проседает пол. Так, не нужно кричать, не нужно паниковать. Это огонь внизу или вверху? Она здесь пройдет вообще? Куда идешь? Блин, ну не тупи, пожалуйста. Все, 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 пошли. Какой-то чел был. Ну, ладно. Я не знаю, зачем его тушить. Вроде бы здесь можно и так пройти. До всяких случаев. Пошли. Она только что могла сгореть. Ну, ладно. Это не надо. Это тоже не надо. Все, пошли. Надеюсь, она выйдет. Как это я оставил ее позади? Почему она там стоит? Здесь же можно пройти. Е-мое, она не может выбраться даже так. Все. Эй, чувак, ты спас мне жизнь. О май гад. Поздравляемся, Доджи. Это будет его первая девушка. Я чуть там в натуре не умерла. Эй, ты все трясешься. Хочешь, чтобы я подвез тебя? Да, пожалуйста, спасибо. Пожарные приехали. Вау, как вовремя. Я там уже почти все потушил самостоятельно. Видишь, дорогая? Где ты живешь? Рядом с Гроу-стрит. Офигеть. А чего ты делала в районе Вагосов? Мне нравится Экстрим. Ты все доджи, правда? Да, откуда ты меня знаешь? Каждый, кто живет, Гроу, знает тебя и этого брата. Но я думала, ты свалил. Я никогда не сваливал, понятно? Мне просто нужно было путеть всякой фигне. Короче, как тебе, дорогуша, моя машина? Это моя. Это моя машина, да. Я работаю под прикрытием. Хотя какое-то прикрытие. Вот мой дом. Я просто... Купы меня любят, а я люблю их. Эй, как тебя зовут? Денис. Денис Робинсон. Позвони мне как-нибудь. Нам нужно погулять вместе или типа того. Да, мне нравится такая идея. Ну, в этой миссии я точно с ней гулять не буду. Окей, увидимся, си доджи. Я не знаю, буду ли качать с ней отношения, потому что по факту это, возможно, полезно, но для игры на самом деле нет. Другие девушки более полезные. Теперь Денис, ваша девушка. Делайте ее счастливой, и она будет вас любить. Чтобы отвезти ее на свидание, просто направляйтесь к ее дому. К ее дому. Я не буду сейчас этим заниматься. Возможно, в следующей серии. Кстати, коповскую тачку я бы себе сохранил. О, что я здесь нашел. Мне как раз нужно. Патроны заканчиваются. Кто? Чего, как, красавчик? У нас появилась проблема. Какая-то ублюдская наркотварь барыжит своим братьям с Гроу. Что? Кто? Зацени, он покупает все дерьмо в Гленд Парке. Он знает, что на районе пошел слух и теперь прячется со своими новыми палатсовскими дружками. Черт, мужик, как мы до него доберемся? Настало время анонсировать свое возвращение, си доджи. Ты сейчас вздрючишь вещь в Гленд Парк. У этого ничего не будет. У этого челик. Вот, да, это твоя работа, си доджи. Тебе нужны будут патроны. Заедь в амунацию и прикупи пушку. О, это то, что нужно будет в следующей серии сделать, потому что у меня как раз нет патронов. И прокачать навык нужно. Почему нет? Так, где здесь была броня? А, вот с этой стороны. Я ее возьму. Заедем домой. И я сохранюсь уже. А в следующей серии поедем в амунацию. И будем выполнять оставшиеся миссии. Тут так уж и много. Но на свита поедем уже потом. Сначала нужно добить OG лока, мне кажется. На этой части карты вообще миссии не было никаких, кроме свита. Кроме нашего красавчика. А вот с девушкой не знаю, что делать. Просто потому что... Ну, она вроде бы бонусов никаких не дает. А потом мы все равно будем в другом районе находиться. Я не знаю, что с ней делать. Она здесь будет недолго тусить. А, вот давайте огнетушитель поменяем на... Где он вообще? Его теперь нет. Ладно. Тогда возьму баллончик. Так что напишите свои варианты в комментариях. Я вообще думаю, нужно будет с другой попробовать. Из другого района. Ради каких-то там бонусов, интересных ситуаций. Ну и так далее. Тем более, здесь девушки разные. То есть, одной нравится накачанный Сидоджи. Другой нравится обычный. Третий нравится полный Сидоджи. Ну, типа, немножко жирненький такой. Но, в моем случае, будет именно такой Сидоджи. Так что там определенная будет девушка. А так посмотрим. Все. Это был Дэмси. И четвертая серия прохождения GTA San Andreas. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий. И оставить тайм-кодики. Жду вас уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.